Саламу астерму, хрумяте, отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня хочу провести прямой эфир и его назвал Кулебаев готовит смену режима. Вообще ведь необычно, да? Кулебаев, зять Назарбаева, женат на второй его дочери Динаре. Вместе с Динарой их только официальное состояние оценивается свыше 7 миллиардов долларов. Он высасывает из страны ежегодно миллиарды долларов. И вот такое название необычное, что Тимур Кулебаев готовит смену этого политического режима, который дает ему возможность красть миллиардами. И, казалось бы, эти люди должны, наоборот, делать все действия, которые бы способствовали сохранению действующего режима, чтобы и дальше продолжать грабить нашу страну. Но я хотел бы сейчас привести пример, который показывает, что всеми своими действиями Тимур Кулебаев помогает свалить этот действующий режим. А почему? Потому что, ну извините, они глупые, тупые и все прочее. И знаете как, очень многие ко мне обращаются, говорят, ну когда ты сменишь режим, мы тут сидим, ждем, 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 ничего не меняется. Но вот эта фраза показывает, что миллионы наших людей хотят, чтобы все произошло само по себе. Что вот вдруг завтра режим сменился и стало хорошо. Вот эта одна фраза говорит о том, что режим сам по себе в связи с тем, что не сменится, и если люди сидят, ждут, то ничего и не изменится. Ну а что, каким образом произойдут изменения? Тогда, когда режим не обеспечит какие-то минимальные проблемы людей, когда будет голод, когда люди просто будут возмущены несправедливостью, когда их надежды и желания будут обмануты, растопнуты в грязь, тогда, конечно же, возникает ситуация, когда люди в гневе начинают собираться, обедняться и, по сути дела, сносить режим. Вот я сейчас хотел бы показать, какие действия сейчас делает Тимур Кулебаев, зять на султана Назарбаева, которые, по сути дела, приводят к тому, что произойдет именно тяжелая схема режима, тяжелая именно для этой политической верхушки. Вчера я обсуждал и говорил о том, что режим на султана Назарбаева объявил о неких системообразующих предприятиях 361, и странным образом эти системообразующие предприятия, где работали один человек, 12, там и были тысячи, но вот они объявлены системообразующими, и вот размер помощи около 10 миллиардов долларов направляется именно в сторону этих компаний. И я, например, недоумевал, как это основная часть этих средств уходит в строительные компании, там, например, BI Group, торговля импортными автомашинами, Смоголуб, Астана Моторс, какая-то Евразия Моторс и так далее, и так далее. В общем, все это выглядело странно. Ну, машиностроительные компании, так называемые, тоже там были Назарбаев и Кулебаев, скрытые под именами некого Лаврентьева, компания Алюр и так далее. Ну, такая же объявлял, что будет помощь малому и среднему бизнесу, где работает 3 миллиона человек, объявлял, что будет помощь людям и все прочее. А на самом деле мы на деле видим, что эти деньги просто растекаются и в карманы. Ранее я говорил, что когда банки падали, Назарбаевские, он прямо туда впихивал миллиарды долларов, и эти банки потом присоединял в Халыкбанк, как было с БТА банком, с Каскомом, которые, по сути дела, были украдены и присоединены к Халыкбанку. И при этом еще в сделке с Каскомом Тимуру Кулебаеву подарили 8 миллиардов долларов, и он присоединил к себе Каском, и за это заплатил подставному акционеру Хайрату Сатабалды, племяннику Назарбаева, и Кенесу Ракишеву 2 тенге. То есть, вы понимаете, как они действовали именно в условиях кризиса. Сейчас, в связи с тем, что мы их разоблачили, я вчера озвучил фразу такую, что теперь они найдут другую схему. Ну вот, собственно, я вчера ночью получил подтверждение, мне непрерывно пишут, объясняют схемы, для чего и почему это все сделано. Выясняется, что основная часть компании, которая получает так называемую помощь, они получили займы, разные кредиты, Халыкбанки. Это и автомобильный бизнес, это строительная индустрия. И вот, когда наступила ситуация, это кризиса, когда люди прекратили получать доходы, ну, соответственно, конечно же, останавливаются стройки, не покупаются автомашины и все прочее. И возникла ситуация, что у Тимура Кулебаева, Халыкбанки, через которого он финансировал эти проекты, а он монополист фактически, половина, считайте, рынка, финансовый рынок прямо принадлежит Халыкбанку. Они могут там рисовать, говорит, 25-30, около 50% рынка, потому что Коском владел долей около 20%, 15-17, БТА банк владел долей больше 20% рынка, 25%, наверное, и Халык суммарно было больше 50%. Так вот это сейчас все находится в руках Халыкбанка Тимура Кулебаева. Конечно же, он начинает финансировать, надо же зарабатывать, он начинает кредитовать практически весь крупный бизнес страны. Притом тот бизнес, который реально они его и контролируют. Ну вот я говорил, BI Group, в реальности там, это первую пятерку компании страны входит. Как вы понимаете, такого рода бизнес контролируется лично Нурсултаном Назарбаевым. Получает гигантские подряды строительные по всей стране, не только в стране, но и в Дубае. А это возможно только тогда, когда есть политическая крыша, решает вопросы с землей, с инфраструктурой, с финансированием и все прочее. Вот, ну на рынке бизнесмены будут говорить, что Айдын Рахимбаев, он работает с Шукеевым, который Аким в Туркестанской области, Южном Казахстане. Чтобы вы понимали, эта модель следующая, Шукеев работает с Айдыном, как бы в реальности там носит чемоданы денег Назарбаеву и бизнес тоже так же расписан, контролируется Назарбаевым. Вот такая модель всех тех, кто так или иначе участвовали в программе поддержки средств со стороны государства. То есть ваши деньги, деньги налогоплательщиков направляются в предприятия, которые находятся во владении Назарбаева, Кулебаева, Алии Назарбаевой, Булата Назарбаева и так далее. То есть, ну там и разные люди, типа Утюмуратов карман, кошелек Назарбаева, Владимир Ким карман Назарбаева, типа якобы собственник Казахмыса, это реально предприятие личное, Нурсултан Назарбаева. И вот я сейчас в этой связи хотел бы объяснить. Получается, что сейчас Народный банк или Халыкбанк находится в тяжелейшей ситуации. Я ранее говорил, что банки будут падать, потому что их клиенты, физические лица, 7,5 миллионов клиентов, физических лиц по всему Казахстану, сейчас не способны обслушивать свои кредитные обязательства. Не могут заплатить проценты, не могут погасить кредит. Бизнес в нашей стране находится в аналогичной ситуации. Раз люди сидят дома, они не покупают их товары, не используют услуги бизнеса, значит бизнес не приходит деньги. И они тоже не могут заплатить проценты, основную сумму кредит и так далее. И вот представьте себе, что эти кредиты, значительная часть находится в Халыкбанке, банке Нурсултана Назарбаева и Тимура Кулебаева. Соответственно, банк начинает падать, разоряться. Он же не получает проценты от вас, не получает проценты и основную сумму от бизнеса. Банк начинает падать, значит завтра вы, вкладчики Халыкбанка, не получите свои деньги. Вот наступила та самая ситуация. И поэтому сейчас Тимур Кулебаев убедил Нурсултана Назарбаева, что эти деньги нужно направить в банк, спасти их собственность. Халыкбанк. И что теперь, каким образом развернут механизм? Эти компании якобы нуждаются в помощи. Их оформляют получатели займов от правительства. Они получают эти деньги по ставке 5-6 годовых. Но представьте, у них были ставки 12-15 годовых, разные ставки были. А тут они получают по 5-6 годовых. Получают на свои счета и гасят свои кредиты перед Халыкбанком. Ну и получается, что Халыкбанк, который вчера был в тяжелейшей ситуации, за счет денег налогоплательщиков спасается. Вот для чего эта модель. То есть ваши деньги попадают в карманы Тимура Кулебаева, по сути дела. Ну представьте себе, что вы имеете ипотечный займ на свое жилье. У вас там ставка, наверное, там в районе 15-20 годовых, у кого-то больше и так далее. Ну допустим, вот так вот. И тут вы получаете поддержку со стороны правительства. Вам дают правительство, не в банке вы берете кредит, а правительство вам дает необходимую сумму по ставке 5 годовых. А таких процентных ставок не существует в нашей стране. Вы получаете деньги, гасите кредит и еще вы у правительства получаете такую сумму, чтобы вы могли свою квартиру отремонтировать, купить мебель. Ну и собственно съездить в отпуск за рубеж. Вот сейчас вот такая ситуация, когда правительство дает деньги предприятиям, предприятие гасит Халыкбанку, Халыкбанк получает прибыль. Тимур Кулебаев в очередной раз выходит на международные рынки и кричит. Вот смотрите, банки везде в нашей стране падают, а мой банк, смотрите, заработал миллиард долларов. Я герой, я талантливый бизнесмен. Форбс сразу его ставит еще выше в космос, но не только уже в Казахстане номер один, но и там в мире он перемещается по срочке, когда глобальный кризис по всему миру, он становится супер миллиардером и опять уходит в космос. Вот для чего это делается модель. Ну собственно я сегодня показывал видео, в Швейцарии они купили дом вместе с землей на берегу Женевского озера за 120 миллион долларов. Сделал вообще рекорд за всю историю Швейцарию, таких сделок не было, а там живут богатейшие люди мира в Швейцарии. И вот вы смотрите, это семья Кулебаевых, вот таким образом миллиарды вытаскивает, фигурирует в списке Форбс и потом рассказывается легенды Нурсултана Назарбаева, что у него зять такой талантливый, у него дочь и профессор и академик такая талантливая, что вот они миллиардеры. Вот бывает так, что в семье все были талантливые и соответственно миллиардерами. Вот вся схема спокойно раскрытая. Долги этих компаний будут теперь не перед банком, а перед правительством Казахстана. Ну а правительство Казахстана вы понимаете в руках Семену Султана Назарбаева. Они еще раз деньги дадут, еще раз и будут давать-давать деньги из бюджета страны, пока все не закончится. Что я могу сказать? Но когда наши люди сейчас не знают, как выжить в условии карантина, когда многие из вас потеряли работу и завтра, когда вы выйдете как бы на работу после того, как карантин будет завершен, вы придете на пустое место, потому что ваше кафе, ресторан, парикмахерс и так далее не будет работать, потому что не будет спроса, потому что у людей не будет денег. И соответственно, ну некому будет ходить по всем этим предприятиям малого и среднего бизнеса. А по нашей стране зафиксировано 3 миллиона таких предпринимателей, ну работающих в сфере малого и среднего бизнеса. После карантина половина из них просто потеряет рабочие места, будет выкашена. И поэтому фактически вы через короткое время поймете, что у вас нет работы. А кто виноват? Виноват Тимур Кулебаев и, соответственно, Тукаев, с которым тоже договоренность есть, он там тоже подписывает эти решения, выходит перед экраном, делает заявление. А суть его заявления, что якобы деньги идут народу, она не соответствует действительности, эти деньги уйдут в карманы халыбанка Тимура Кулебаева. Вот вся правда. И долги, соответственно, будут висеть на налогоплательщиках, то есть вы фактически обслуживаете все эти проекты. При этом эти проекты ведь некому покупать. Тащи, что будет покупать сейчас квартиры? Выходит после карантина, у людей средств нет. По всем оценкам, международным, российским и так далее, рынок недвижимости упадет минимум в два раза. То есть в два раза меньше будет покупателей, как минимум. Соответственно, все, что они там настроят, построят и так далее, спросом не будет пользоваться. Понимаете, да? То есть очевидно, что главное во всем этом, чтобы 18,5 миллионов человек были платежеспособными, чтобы у них были деньги, чтобы они имели возможность покупать. Тогда заработают рестораны, кафе, эти автосалоны смогут продавать машины и так далее. Очевидно же, эти люди живут фактически одним днем. Он раз спасает свой банк, зарабатывает миллиарды и чтобы красоваться в журнале Forbes. При этом имейте в виду, что вся эта группа бизнесменов, так называемых, у которых сидит в собственности Нурсултан Назарбаев, они все находятся в журнале Forbes, у того же Тимура Кулебаева миллиарды долларов. Ну хорошо, если у тебя трудности, ты вложи свои деньги. Ну он же типа пожертвовал 10 миллионов долларов в фонд Бригемс, да? Ну смотрите, он туда положил 10 миллионов долларов, вытаскивает миллиарды, миллиарды в свой банк. Понимаете, да? А там и прибыль, и все прочее, и так далее. То есть человек миллиардер, якобы помогает народу 10 миллионов долларов, при этом другой рукой при поддержке Назарбаева и такая вытаскивает миллиарды долларов. Вот суть вся сделки, так называемой помощи народу. Ну и я хотел следующее сказать. Вот сам я лично занимаюсь давно организацией борьбы против режима Нурсултана Назарбаева. Когда у значительной части населения ожидание, что кто-то придет вместо него, все сделает, конечно же, вы понимаете, делать изменения какие-то, добиваться смены режима чрезвычайно сложно. Потому что все хотят, чтобы прилетел Бэтмен и один сам все сделал. В этих условиях добиться смены режима сложно. И поэтому, что сделал Тимур Кулебаев, тот же самый Такаев, Назарбаев? Они помогают нам, тем, кто сейчас реально попал в настрю этой борьбы, борется и добивается смены режима. Каким образом? Дело в том, что сейчас очень многие люди потеряют работу, у них будет пустой холодильник, и они, безусловно, присоединятся к нашей борьбе и будут понимать, если они не будут двигаться, если они не будут сейчас объединяться и оказывать мощнейшее давление на режим, не добиваться смены этого воровского режима, то они просто помрут с голоду. Наконец, сейчас наступает ситуация, когда миллионы людей осознают, что так больше жить нельзя. Нельзя ждать, что кто-то один прилетит и за вас все сделает. Это общая борьба. Все эти изменения нужны не одному человеку, эти изменения нужны миллионам. И эти изменения наступят только тогда, когда миллионы выйдут на улицу, и миллионы скажут этой политической верхушке, хватит, хватит воровать, хватит нас дурить, хватит из нас делать рабов, только тогда в этом случае будут перемены, потому что, когда вы осознаете, что так жить не то, что нельзя, уже невозможно и уже не получается, только тогда вы будете участниками нашей политической борьбы. Поэтому я сегодня хочу поблагодарить Тимуру Кулебаева, Карима Масимова, главу спецслужб, поблагодарить Даригу Назарбаеву, председателя Сената и самого Нурсултана Назарбаева, вместе с его мебелью Хасмжимартом Духаевым, что вы делаете сейчас очень важное дело. Вы как бы просвещаете народ и показываете, что вы негодяи, что вы представляете мафиозный решим, что вы не просто преступники, вы тупые преступники, тупые и такие люди не могут руководить нашей страной, потому что вы, по сути дела, обрекаете народ на голод. Вы видите, что своими действиями, когда мне говорят, что сейчас произойдет, будет голод и так далее, вы видите, что эти люди, они просто себе готовят не просто какой-то запасной аэродром, не просто собираются, когда эта волна хлынет на Казахстан, она уже сейчас пришла, не просто плыть на шлюпке маленькой, они себе готовят огромные яхты. У них яхты есть и в других странах мира, но они думают, что из Казахстана уплывут, они на яхте упакованы золотом и другими богатствами страны. И это происходит почему? Потому что мы пока молчим, мы пока не поднимаем свой голос, мы свой голос держим на кухне или где-то пишем какое-то сообщение и в виде упрека мне, например, что же ты уже несколько лет говоришь и не можешь сменить режим. А режим не сменится до тех пор, пока вы вместе с нами не включитесь в политическую борьбу. Я хотел бы еще привести примеры тех действий правительства, которые опять приводят к кризису, продовольственные проблемы, потенциальному голоду, которые опять сподвигнут наших людей действовать. Не просто умирать с голоду, не просто в небо вопрошать, а именно к действиям. Ну вот сегодня, например, я хотел бы озвучить интересные вещи. Вы знаете, я получаю очень много сообщений, аналитических записок, я получаю сообщения от бизнеса. Самое интересное, что в условиях карантина я сейчас получаю аналитические записки от зерновиков, я получаю аналитические записки от аграрников. Вот что интересно, и они вещи какие говорят. Вот вы прекрасно знаете, что в Южном Казахстане сейчас вообще критическая ситуация. Наши аграрники произвели большое количество зеленой капусты, они не могут его продать. Вы видите, они вручную уничтожают эту капусту и призывают, говорят, придите, забейте бесплатно, мы не можем продать. А почему? Опять, благодаря действиям этого гнилого правительства, коррумпированного, они насквозь коррумпировали всю эту политическую систему, на уровне полиции, судов, всех органов власти, они полностью оторвались от народа и они не реагируют на нужды народа. Эта политическая верхушка во главе с Назарбаем нас затянула, так называемый, Евразийский союз, и мы видим эти результаты. Вот представьте себе, что вокруг этих поселков, небольших городов, эта власть настроила блокпосты и аграрники жалуются, что мы не можем свою капусту вывезти, потому что нас полиция не пропускает, требует взятки. Это до чего уже дошло? Представляете, они полицейские, просто им нужно сейчас нарубить свою зеленую капусту, они не думают, что там сельхозники, аграрники теряют свою выращенную продукцию, что там, если они не продадут, будет голод, им все равно. Понимаете, они просто требуют взятки сейчас на блокпосте. Второе, в стране вообще в связи с введением карантина не созданы условия для того, чтобы эти люди могли свободно перемещаться по стране и продавать свою продукцию. Не работает правительство, не работает мир, министерство сельскохозяйства. Мы не видим министра сельскохозяйства, который бы говорил, нет, в Казахстане не будет никакого продовольственного кризиса, ни голода. Вы слышали, чтобы министр выходил, давал разъяснение, как мы видим, это происходит в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Англии, в конце концов. Мы не видим его. На самом деле ситуация критическая. Аграрники жалуются, что они произвели огромное количество, вот как Аким Шукьев сказал, в МРЗАП, что сейчас 300 тысяч тонн капусты есть, и они надеялись продать его, и часть внутри страны, часть в Россию, но Россия просто не принимает грузы. Вы видите видео, когда на границе стоят машины, и их не пропускают, на территорию России, которая тоже под карантином, но, уважаемые друзья, это единый таможенный союз, это Евразийский союз. Во всем мире, вот, например, возьмем Европейский союз, там физические люди, физические перемещения людей, какого-то, есть ограничения, но грузы свободно перемещаются по всему Евросоюзу, не может быть никаких ограничений, не может быть, потому что это единое экономическое пространство, и здесь, в этих странах, ну, такого нет. А представьте себе, что Казахстан зашел в Евразийское сообщество, и наши оградники, ориентируясь на то, что мы являемся участниками этого союза, произвели продукцию, теперь не могут продать его в Россию. Это что за союз, когда каждый, что называется, принимает меры, никаким образом не учитывая интересы союзников, более того, нарушая их, эти правила, то есть свободно товар не перемещается. А зачем нам тогда быть в этом союзе, скажите мне? Это вот еще раз, та самая политика Назарбаева, которая не думала в интересах народа, принял единоличное решение войти в так называемый Евразийский союз. Вы поэтому покупаете дороже машины, платите дополнительные пошлины, на ввоз тех товаров, которые производятся в России, вы защищаете фактически экономику не Казахстана, а России, и сейчас товар, который должен был ориентирован на Россию, его невозможно продать. Зачем нам такой Евразийский союз? Вот, собственно, я сейчас хочу вам показать, что происходит в аграрном секторе. Сейчас юг Казахстана будет разорен. Они посеяли дополнительно свою другую продукцию, в частности хлопок. Осенью они не смогут продать этот хлопок. То есть фактически весеннюю продукцию не смогут продать, летние не смогут продать, осеннюю не смогут продать, потому что рынки мировые будут плохие. Текстиль, хлопок особо сильно не нужен будет. В основном будет востребовано продовольствие. И вот представьте себе, что юг Казахстана, где такого рода деятельностью занят минимум 1 миллион человек, потеряет свои доходы. И как, тогда что, на что они будут жить, это фактически мы приближаемся к голоду. То есть своими неграмотными, непрофессиональными действиями мы, наш светущий край, южную часть Казахстана, загоняем в состояние голода. Вы можете себе представить, юг любой страны, процветающей на самом деле, где есть аграрные продукции, хороший климат, он на то и юг называется. Потому что все стремятся на этот юг жить, там цены на жилье высокие. Вот Франция, юг Франции, это самая дорогая недвижимость на юге Франции, например. Там любая продукция, аграрная и так далее, престижно там иметь недвижимость, на юге жить там, в конце концов, туристов много. И мы, наш юг, обрекаем на голод неумелыми действиями правительства. А давайте посмотрим, что теперь делает правительство в лице Министерства сельскохозяйства других регионов страны. Мне сейчас написали зерновики. Зерновики говорят, что правительство запретило экспорт, ввела систему квотирования. И в месяц можно продавать всего лишь по 200 тысяч тонн. Вот на апрель месяц были заявки больше, чем 200 тысяч тонн, за 300 тысяч тонн. И министерство не дает согласия, получили разрешение 51 компания. То есть, можете себе представить, я произвел продукцию, я частное лицо, частная компания, и правительство вмешивается в мою деятельность, ограничивает мои возможности продать за пределы страны, получить валютную выручку, получить доход этими деньгами. Я, как аграрник, могу рассчитываться заработной платой с сотрудниками, купить технику, развивать инфраструктуру. Вы понимаете, насколько важно, чтобы наши аграрники получали высокие доходы? Потому что сейчас мы много говорим о том, что у нас село заброшенное. Мы говорим, что на селе не хватает работы. И это тот самый случай, когда этот кризис нам дает другие возможности. Да, у нас цена на нефть падает, нефтяная индустрия сейчас будет испытывать огромные проблемы, но у нас же есть аграрный сектор, и в этих условиях, что называется, нам кризис дает другие возможности, и правительство запрещает вывозить зерно, гречиху и там любые другие ряд, там список составлен, которые нужно получать разрешение, где у чиновников. Вы представляете, да, что происходит? У наших коррумпированных чиновников, у наших тупых этого режима чиновников нужно получать разрешение давать им взятки, чтобы продать свою продукцию, привести страну валюту, которой сейчас не хватает, национальный банк из резервов, чтобы стабилизировать курс тенге, только за март месяц, за две недели фактически сжег полтора миллиарда долларов, а тут избыток зерна минимум 6 миллионов тонн, сами участники рынка и правительство и Минсельхоз заявляют, что у нас свыше 6 миллионов тонн зерна и не позволяет продать, потому что трусливые чиновники думают, а вдруг у нас не будет зерна, и более того, представьте себе, что наших аграрных аграрников производителей зерна правительство принуждает, если ты тонну продаешь на экспорт, из них 300 килограмм продай по фиксированным более низким ценам на внутренний рынок, почему они вмешиваются в хозяйственную деятельность предприятий частных, это в принципе запрещено законодательством, они их принуждают, представляете, у нас по законодательству свободный рынок, цена складывается в результате конкурентной борьбы разной компанией, когда их много, когда товара много, вот именно таким образом формируется цена, во всем мире, в процветающих странах, рыночных странах, в Америке, в Европе, именно таким образом строится ценовая политика, правительство должно помогать, чтобы производителей было много, чтобы они больше зарабатывали, потому что они инвестируют потом в страну, они платят людям больше заработную плату, богатеют эти компании, больше получают заработную плату люди, более того, и больше налогов приходят в страну, и представляете, эти тупые чиновники принуждают наших аграрников продавать по сниженным ценам, я уже посчитал, я получил и от них расчеты, они с каждой тонны теряют минимум 50 долларов, председатель тупой деятельности министерства сельскохозяйства и этого тупого мамина, который обокрал железную дорогу страны, вместе с Назарбаевым, теперь они убивают аграрную отрасль нашей страны, весь юг Казахстана убивает своими тупыми действиями, теперь у нас крупнейшие зернопроизводители сидят в обнимку со своим зерном, наступит момент в июле, когда им разрешат полностью продавать, этого зерна будет много, потому что в это время на рынок выходит в том числе и Россия, понимаете, нам надо торопиться продавать, зарабатывать, чтобы эти деньги поступили аграрникам, людям, валюты приходят в страну и они произведут больше зерна, им нужно сейчас больше денег и их продукция востребована на мировых рынках, они больше произведут и осенью Казахстан заработает на зерне больше, чем когда-либо, понимаете, а эти тупые чиновники запрещают им, денег у наших аграрников нет или меньше стало, они значит не засеют больше пассивных площадей, не инвестируют, соответственно мы действительно осенью не используем те возможности, которые нам сейчас предоставляет ситуация с развитием коронавируса, то есть мы и упадем и на юге и на севере и нефтяники упадут, валюты будет стране мало, деньги обвалятся, вот куда ведет это правительство, и что еще я хочу сказать, вот смотрите, мы говорим о развитии аграрного сектора, мы хотим, чтобы как можно дешевле у них была продукция, но не за счет же самих аграрников, которые круглые сутки работают, нужно чтобы этого продукта было много, цена сама по себе будет внутри страны дешевая, а не так административно приказывает, чтобы ты давай продавай дешевле на столько-то долларов, это прямая конфискация доходов частного сектора, своими руками они убивают товаропроизводителя, еще дальше смотрите, Тимур Кулебаев контролирует рынок нефти и нефтепродуктов и наши аграрники получают бензин, дизельное топливо и вообще все потребители минимум в несколько раз дороже, чем это должно было стоить на самом деле. Цена на нефть вот той марки, которую производит Казахстан упала практически в 6 раз. А цены на дизельное топливо и бензин января этого года, уважаемые друзья, то есть я хочу сказать, что опять же Тимур Кулебаев гребет деньги, хотя казалось бы, он должен сообразить, я ему сейчас подсказываю, срочно уронить цены на нефтепродукты, бензин, дизельное топливо, быстро отдать дешево аграрникам, продать дешево, чтобы они произвели как можно больше продукции, чтобы было много рабочих мест и в связи с тем, что осенью будет жесточайший продовольственный кризис, чтобы наши аграрники заработали огромные деньги и страна была на плаву, переток людей, что произошел, сейчас будет огромное количество безработных, чтобы именно аграрный сектор задышал, и они делают все с точностью, да наоборот, меня просто поражает, поэтому я еще раз говорю, своими действиями это правительство, Тимур Кулебаев, они просто приближают свою политическую смерть, я сейчас это все говорю, не для того, чтобы помочь этому режиму продлить свою работу, свою жизнь, нет, я говорю, потому, что, к сожалению, их действия приводят к тому, что наши люди на юге страдают, без работы, без доходов, на севере, мы этот режим все равно сменим, но важно, что сейчас, наши люди сейчас не имеют доходов, сейчас есть угроза голода, сейчас, и эти 10 миллиардов долларов, которые должны пойти по всей стране, как я вчера предлагал, распределить между 18 миллионов человек, включая Назарбаева, пусть подавятся этими 50 тысяч деньгами, тенге, они просто берут, все засовывают себе в один карман, можете себе представить, что происходит, теперь посмотрите, что мне еще аграрники пишут, я хотел вам просто показать, что как Тимур Кулебаев убивает аграрников, как на юге, так и на севере, так, аграрников туда еще и убивает, подключился Булат Назарбаев, который занимается контрабандой китайского товара, контролирует все рынки страны ключевые, ну вот мне, например, пишут, да, рынки в Алма-Ате, к примеру, контролирует, кто? Булат Назарбаев и сестра, а не по Назарбаева, так называемую барахолку, там работает огромное количество людей, и наше животноводство, в частности, на юге Казахстана, прямо зависит от Булата Назарбаева, он контролирует все эти рынки, он контролирует крупные сети, как Магнум, там еще другие, они фактически устанавливают единую цену на этих базарах, устанавливают единую цену закупа в этих торговых сетях, и бедный производитель приходит с этим мясом, и не может никуда продать, кроме по той цене, которую мы установили, и он, как мне здесь написали, привели расчеты, как он говорит, с одного бычка мы зарабатываем 4 тысячи тенге, а Булат Назарбаев зарабатывает 70 тысяч тенге, вот мне расчеты все привели, помните сказку Нурсултана Назарбаева, что нужно купить две коровы, ну, видимо, его оружие находится в руках, его совет, используется Булат Назарбаев, который из простого сантехника стал миллиардером, а почему? Потому что он контролирует основные рынки страны, потому что там везде работает одна мафия, и нашему производителю животноводческой продукции некуда деваться, ему все все каналы перекрыты, там сидят везде на арендованных, кто арендует места на рынке, люди, которые не имеют права в другом месте брать, не имеют права как брать по этой фиксированной цене, и вот получается, те, кто занимается животноводством, получают в месяц 4 тысяч тенге, или, как они посчитали здесь, 10 голов, даже не две коровы, а 10 голов скота, они в месяц заработают 41 тысячу тенге, а с двух коров, или с двух бычков, они заработают 8 тысяч тенге, и меня оградники вопрошают, как мы можем прожить на доход, даже если мы 10 голов скота будем выращивать, с большой семьей на 40 тысяч тенге в месяц, а кто виной всему это, Булат Назарбаев, который с каждого, с каждого бычка, крадет у них 70 тысяч тенге, вы понимаете почему сантехник он такой богатый миллиардер, потому что он обирает наших товаропроизводителей в животноводческой сфере, именно поэтому наше животноводство не развивается, то есть вы видите, с одной стороны наносит удар Тимур Кулебаев на нефтепродукты высокие цены, на бензин, на дизельное топливо, с другой стороны наносит Булат Назарбаев, бладший брат Нусултана Назарбаева, тут они в правительстве, все деньги, которые должны быть направлены на поддержку реальных людей, плюс конкретно аграрную отрасль, например, они все себе прикарманивают, и у нас эти отрасли не могут развиваться, не могут, потому что они все снимают, все сливки, и потом могут за один вечер потратить на день рождения 80 миллионов долларов, как это было с днем рождения Динары Кулебаевой, 80 миллионов долларов они угрохали за один вечер, уважаемые друзья, поэтому я, что хочу сказать, я не случайно назвал эфир, что Кулебаев готовит смену режима, смену режима готовит вообще вся семья Назарбаева и Алья Назарбаева, которая ручки нам помахала, сказала, используйте карантин, отдохните, ну конечно, если они просто так одним движением получают народные деньги в свои банки, под свои проекты, ну а когда вам нечем кормить семью, они могут себе позволить отдыхать и говорить отдыхайте, используйте карантин для того, чтобы побыть семьей и так далее, видите, где они живут и где вы живете, одним словом, эта политическая верхушка показала, что они плевали на народ, я вчера объяснял, что когда политическая система контролируется одним человеком, вся власть его рука, его близкое окружение, его феодалов, вассалов, то народ снизу никто не слышит, и когда меня спрашивают, а что же делать, я говорю, единственный способ нам всем объединяться, единственный способ после того, как мы объединимся действовать, эта власть ничего вам не даст, более того, сейчас наступила ситуация, когда вы потеряете работу, соответственно, вы будете голодать, и это реальность, не думайте, что сейчас карантин закончится, и все заработает, нет, этого не будет, я это объяснял, почему, поэтому я сейчас говорю в следующем, мы при объединении в определенную структуру, сейчас в стране есть политическая организация, демократический выбор Казахстана, которую власть панически боится, именно поэтому ДВК объявлена экстремистской организацией, хотя все наши программы не носят никакой экстремистский характер, хотя именно демократический выбор Казахстана Европарламент объявил мирной оппозиционной политической организацией, как вы понимаете, Европейский парламент это орган, работающий именно как законодательный орган всего Европейского Союза, вы представляете, да, Европейский Союз, его законодательный орган, депутаты признали нас мирной политической организацией, поэтому власть боится нас, видит наши планы, видит политические программы, план экономический реформ, и поэтому нас запретили, потому что мы сейчас являемся объединителем всех протестных сил в стране, и для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы национальные богатства страны не делились именно узкой этой политической верхушки, власть должна уйти народу, как собственно и положено, во всем мире это так, у нас в Конституции написано, что источником власти является народ, не Нурсултан Назарбаев, не Тимур Кулебаев, не Дарига Назарбаева, не Алья Назарбаева, и не Булат Назарбаев, а именно народ, а если народ молчит, если народ не допущен к органу управления, если народ не контролирует власть, не удивляйтесь, что все богатства страны улетают в их карманы, что мы должны сделать, мы должны объединиться, мы создали чат безработный, бедный, наша задача собрать минимум миллион человек, в этот чат, он разбит по всем городам, 17 городов страны, это 14 областных центров и 3 города республиканского значения Астана, Алматы и Шимкент, 17 чатов, надо зайти мессенджер, телеграм, найти чат безработный и бедный, и тогда мы все наши требования объедним и выдвинем через этот чат, когда закончится карантин, мы призовем вас, уважаемые друзья, организованно выйти на массовый митинг, когда нас на улицах будет десятки тысяч, мы мирно сменим этот политический режим. Теперь, уважаемые друзья, звучат возгласы неких неграмотных людей, которые говорят, а нам вообще никто не нужен, народ сменит власть. Это все звучит наивно и глупо. Что значит народ сменит власть? Это значит, когда эта власть доведет до тотальной нищеты и голода определенный слой людей, допустим, несколько сот тысяч человек, эти люди, обезумевшие от голода, от ярости, от ненависти, просто придут и снесут режим. А как они будут сносить? Они сожгут магазины, рестораны, парикмахерские, снесут их дома. Да, они что-то соберут. Ну, как мы видим, в некоторых государствах народ заходит в магазины и уносит коробки с едой, с выпивкой и все прочее. Это очень быстро закончится. Это будет просто разрушенные города и больше ничего. Почему? Потому что там разные люди обиженные, желающие просто решить проблемы сегодня, проблемы голода. но эти люди политически неграмотные. Они не знают, какое общество хотят построить какую страну. Они не знают, как правильно построить политическую систему. Они не знают, что такое демократия. Они не знают, что такое автократия, диктатура. Это люди, которые всегда говорили, я далек от политики, я политикой не занимаюсь. Я просто вот тут с краю хожу, на работу хожу и все. Это не только их вина, это вина и политической системы, которая так или иначе не давала людям обедниться, заниматься политической деятельностью, репрессировала. И, к сожалению, наше население, наш народ не проявил волю, не боролся, боролся только узкая часть общества. Собственно, это все приводит к тому и приведет к тому, что да, эти люди выйдут, все снесут. А дальше что? Что дальше? Вот представьте себе, что у нашей страны нет такой политической силы, которая объединяет десятки тысяч людей демократического выбора Казахстана. Тогда наступает действительно хаос, потому что многие скажут, ну что, мы пойдем, разобьем витрины, украдем пару коробок, а что дальше? это приведет к тому, что этот полицейский режим почувствует свою силу и будет на дубинках, на штыках удерживать свою власть и держать вас в нищете и в рабстве. И вы не будете видеть просвета. Что же делать? А что делать сейчас на этот вопрос отвечает наша политическая организация «Демократический выбор Казахстана»? Что мы говорим? Мы говорим, что мы должны объединить десятки тысяч людей и мирно сменить режим. И для реализации этой задачи в наших рядах много активистов, которые понимают, какую страну мы хотим построить. А мы хотим построить демократическую страну по принципу Соединенных Штатов Америки, по принципу ведущих стран мира европейских. Почему? Потому что именно они приносят цивилизацию, именно они добиваются успехов. Именно их достижения используются нами. Интернет, смартфон, лекарственные препараты, все что угодно. Лучшее все, что есть в мире изобрели, сделали в этих странах, в Америке и в Европе. Мы такие же люди, как американцы и европейцы. Мы такие же абсолютно. Нам просто нужно сменить политическую систему, нам нужно просто понять, что мы хотим построить. Мы хотим построить по такому же принципу демократическую страну, как в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Значит, если так, то мы должны объединиться в рамках этих программ. Эти программы написаны нашим политическим движением демократический выбор Казахстана. Дальше наши граждане должны понимать. Хорошо, мы вышли десятки тысяч на улицы, сменили режим. Эта верхушка, какая-то часть попала в тюрьму, кто-то успел убежать. Что дальше? А мы говорим следующее. Мы создадим временное правительство, никакого хаоса, никакого разгрома. Мы создадим временное правительство сроком на 6 месяцев. И за 6 месяцев те люди, которые хотят побороться за власть, стать депутатами, стать министрами, стать акимами, они могут создать свои политические партии. И достаточно в партии, чтобы было 3 человека, была своя программа, и десятки или сотни партий Министерства юстиции немедленно зарегистрируют. И вы с этими программами выходите к своим избирателям, к народу, рассказываете из своих программах, начинается конкуренция, и наша страна родит тысячи лидеров, тысячи. Вы будете поражены, что в нашей стране есть талантливые люди, которые знают, куда двигать страну, и у вас будет выбор. И вот как вы сейчас приходите в магазин, есть разные товары, у вас есть выбор, у вас есть выбор между магазинами соседними, у кого лучше, выбор политических партий, политических лидеров. Сейчас у нас нет такого выбора, как говорит Назарбаев, я один тут торчу. Вы видите, как он торчал, куда нас завел, и там набрал таких же торчков вокруг себя, зятьев, этих воров, которые украли, везде обокрали железную дорогу, в нефтегазовый сектор, и загнали нашу страну в нищету. Это плод деятельности, 30-летней деятельности Инсултана Назарбаева. А мы говорим, временное правительство приходит, сроком на 6 месяцев, мы, как все остальные партии, тоже зарегистрируем партию Демократические выборы Казахстана, и в течение 6 месяцев будем заниматься агитационной деятельностью, убеждать, чтобы избиратели проголосовали за партию Демократические выборы Казахстана. Это будет борьба идти около 6 месяцев. Затем депутаты, вами избранные, придут в парламент и назначат нового премьер-министра, министров всего правительства. Но на короткий период, 6 месяцев, временное правительство будет назначать своим декретом Акимов областей, городов, районов и так далее, назначить тех, кто участвовал в этой борьбе, проявил свои качества деловые, боевые, показал, что он думает о будущем нашей страны и в течение 6 месяцев не будет никакого хаоса, будет порядок, все будет четко работать, все органы правления, министерства, Акиматы, все будут находиться под контролем временного правительства. Через 6 месяцев придет новое правительство, избранное народом, они будут легитимны, они назначат депутаты своих представителей во власть, это первый этап. Мы, депутаты, которые будут вами избираться, они отменить ту старую конституцию, внесут нужные поправки, мы ликвидируем должность президента. Я лично воспринимаю ликвидацию должности президента, как всегда, ликвидацию собственно Нурсултана Назарбаева, он у нас всех здесь сидит в горле. Вы это знаете. Считайте, что президент это Назарбаев, ликвидация должности президента значит ликвидации пожизненной власти Нурсултана Назарбаева и его клана. Вот чего мы должны сделать. Дальше мы через какое-то время будем проводить выборы, будем назначать, выбирать точнее Акимов всех уровнях. Вы проголосуете. вся власть уйдет в сторону народа. Чему это приведет? Это приведет к тому, что все национальные богатства страны будут под контролем народа. Не получится так, что кто-то один человек сидит назначает своих родственников на все уровни. Нет. Министров будет назначать парламент, депутатов, которые вы избрали, Акимов будете избирать вы, судьи будете избирать вы и все. Тогда вы не будете находиться вы не знаете куда обратиться. Мне сейчас люди пишут, у меня нет жилья, у меня нет доходов, у меня нет работы, я обращаюсь к Акимам и так далее. Все двери передо мной закрыты, потому что они все назначаются Нурсултаном Назарбаевым, ему плевать на вас. Вы видели, как они распределяют деньги, и они продемонстрировали. Значит, мы должны изменить политическую систему сделать так, чтобы именно народ контролировал власть, назначал своих представителей, их избирал, чтобы люди попадали во власть, не потому что родственники, а потому что они избраны народом по своим профессиональным и другим качествам. Вот что мы, как политическая организация, демократические выборы Казахстана детально все выстроили, абсолютно детально. Поэтому, когда эти темные люди говорят, некие наивные, что вот народ сам сменит, вы нам там не нужны, они говорят, ерунду, это те люди, когда не участвовали в политической борьбе, просто там сидели в углу, трепались, и все. Мы политическая организация, которая преследуется режимом в любой точке мира, в любой точке мира. У меня здесь за окном ходят разные агенты, все время ловят момент, как создать проблемы, я о них говорил, но они тоже под контролем встречным. Та же самая ситуация со всеми нашими активистами, которые реальные противники режима, их преследует режим, сажает тюрьмы, давит, бьют. Вы понимаете, что эта цель, которую мы хотим реализовать, она опасная для наших сторонников, она сложная, и мы идем не просто так, мы верим и надеемся, убеждены, что нас поддержат миллионы, и мы мирно сменим режим и построим совершенно другую страну. Мы говорим о выходе из этой ситуации, не о том выходе, когда кто-то должен, типа Мухтар Аблязов, дай нам миллион, как мне пишут, квартиру, купи мне дом, купи машину, этого не будет. Все деньги в стране, богатства все принадлежат нашему народу и их представители этого народа, парламенте, правительстве, в акиматах, они будут работать на народ, и еще с неба не упадет просто так. Мы должны за это бороться, а бороться мы должны в рамках платформ, идей, и эти идеи озвучены, идеи озвучены нашим политическим движением, демократический выбор Казахстана, поэтому не будет никакого хаоса, мы видим, кто достойны будущие министры, руководители национальной кампании, в наших рядах тысяч таких людей, когда завтра власть сменится, вы увидите их десятки тысяч, и вы можете построить свое будущее, реализоваться во всех сферах нашей политической жизни. У меня спрашивают, а что будет с национальным меньшинствами, я много раз об этом говорил, это государство будет правовое, и у всех граждан будут равные права, независимо от цвета кожи, национальности и все прочее, гражданин и все. Второе, наши бизнесмены спрашивают, а какая политика будет у правительства, нового правительства, правительство будет избираться народом, и поэтому программа, все действия будут сгенерированы именно самим народом, а все правила будут такие же, как ведущих европейских странах мира, такие же, мы будем свободными, мы будем сильными, меня спрашивают верующие, а будут ли нас преследовать, как это делает режим Нурсултан Назарбаева, я хочу еще раз сказать, мы будем строить правовое государство, когда религиозное убеждение, вероисповедание это право человека, и никто не имеет права преследовать, ограничивать, никто, мы будем строить такое свободное государство, поэтому уважаемые друзья, очень важно сейчас, накануне глобальных изменений, что вы понимали, что политические деятели должны быть понятны для будущих избирателей, они, эти политические деятели должны быть понятны, что они хотят, кто они, квалифицированы они, профессиональные или нет, как они боролись в предыдущие годы с этим политическим режимом, и когда вы все это видите и понимаете, вы будете знать, что страна будет развиваться в том направлении, которое бы вы желали, которое вы хотели, будущее нашей страны будет для вас понятным, поэтому уважаем друзья, этот политический режим, они делают все, чтобы фактически уменьшить срок жизни, своей жизни, нахождение у власти, и это хорошо, хорошо, что они тупые, и нам сейчас осталось одно, нам нужно просто объединиться, я призываю вас присоединиться к чатам бездомные, точнее, извините, безработные и бедные, а у нас таких 80% населения, давайте мы объеднимся и сменим этот воровской политический режим Нурсултана Назарбаева. Алга, Казахстан.